26 ноября полдень стал отправной точкой для акции в 26 странах мира. Географический диктант объединил сотни тысяч людей. Экзамен сдавали в Китае, Аргентине, Турции, в поездах, на крейсерах и ледоколах. В Магадане диктант поддержали более 200 человек в аудитории Северо-Восточного государственного университета. Мы с оператором тоже это сделаем. Сейчас получим анкету участника. Это пока единственное, что нужно. Документов здесь не требуют. Здесь вы включите крепость средней цифры своего номера. Это 20 рублей. Потом по этому номеру вы можете посмотреть на сайте свои результаты. Сюда вы заносите свои даты, а здесь правильно не отвечать. Спасибо. Удачи. Остается 10 минут. Мы садимся за последнюю парту, чтобы никому не мешать. У нас будет 45 минут. Высшая оценка, которую можно будет получить, 100 баллов. Это как 5 в школе. Низшая 0. Узнать, отличник вы или хорошист, нужно будет без вреда для собственной репутации. Тестирование анонимно. Диктант проводит Русское географическое общество в третий раз. Накануне на сайте опубликовали возможные варианты заданий. Нам сказал учитель проверить свои знания и просто узнать больше нового. По географии у меня 5. Почти, да, мой любимый предмет. Тесты можно было пройти онлайн. Но кто пришел в аудиторию, попал под строгие правила экзамена. Моей задачей является смотреть, чтобы участники не подглядывали в сотовые телефоны и не пользовались шпаргалками. В случае, если участники пользуются сотовыми телефонами или шпаргалками, мы можем сделать либо предупреждение, либо вывести с диктанта. В тестах три блока вопросов. Географические термины, знания карт и определение объектов по записям дневников путешественников и отрывкам художественных произведений. Всего 30 заданий. На каждое решение дается минута. Выберите город, расположенный примерно на той же географической широте, что и Краснодар. Большинство участников диктанта акцию поддерживают не в первый раз и отмечают, что в этом году значительно сложнее вопросы. Этот диктант лучше так все-таки его называть. Он сложнее прочих именно потому, что в большинстве случаев нет готовых вариантов. Ты должен напрячь свои извилины и этот вариант оттуда извлечь. Какая река сливается, образуя амору. Так и не было вариантов. Легкие были связаны с песнями, со строками песен. Просто так было легко. В прошлом году диктант писали 230 человек. Среди них четыре кандидата и доктора наук. Они набрали 80 баллов из 100 возможных. Только один участник набрал 94 балла. Ну вот и все. Результаты узнаем 1 декабря. Спасибо.